Всем привет! С вами я, Виолетта, и это мой новый хобби-блог. В начале ролика я покажу вам свои покупочки из фикс-прайса. Будут немного канцелярии и совсем небольшие новогодние тоже покупочки для атмосферы, настроения. В общем-то, затем мы распакуем посылочку от The Gostini, еще одну. Но там не муми-дом, а кое-что для муми-дома. И в конце я думаю, что покажу вам, в каком процессе у меня сейчас сборка муми-дома как раз-таки. Значит, начнем с фикс-прайса. Я зашла, увидела очень много новой классной канцелярии для учебы. Мне очень понравились ручки. Они стоили, по-моему, по 79 рублей. Вот, если не ошибаюсь, может быть по 77. Очень красивые цвета. Там было очень много. Я выбрала фиолетовый и сиреневый оттенки, потому что это, в общем-то, мои любимые самые цвета. Наборчик из 7 ручек. Они такие soft-touch, приятненькие. Здесь синие чернила и там и тут шариковые ручки. В общем-то, здесь, единственное, в этом наборчике 7 штук, они все одинаковые. А здесь 6 штук и они, в общем-то, трех цветов такие. Могу сказать, что вот эти ручки, на самом деле, мне показались удобнее. И у меня возникло ощущение, что они пишут лучше. Вот, а еще у них есть защитные такие штучечки, чтобы ручка как бы не высохла. В общем, ну, в целом, и эти хорошие, и эти хорошие. Для конспектов самое то, любимого цвета, чтобы поднять себе настроение. Также купила несколько тетрадок. Грядет новый семестр. У нас будет 5 предметов новых. Я решила прикупить тетради, потому что и для лекций, и для семинаров они пригодятся 100%. Вот такая тетрадочка, 80 листов, очень уютная. Я возьму ее как раз на следующую осень у нас. Там тоже будет достаточно много предметов новых. И как раз она такая уютная, классная, будет идеально. Вот эти штучки мне напомнили эритроциты. Единственное, что у эритроцитов внутри тоже есть. Внутри кольца вот этого есть. Есть, в общем-то, слой, не знаю. Ну, в общем, они не пустые. Они не просто кружочек, а ладно. Ну, у меня возникла такая ассоциация. Я, конечно, не люблю вот эти на спиралях, на пружинках ручки. Но здесь 96 листов, кстати говоря. И мне не очень нравится такая прям яркая синяя клетка, потому что на ней приходится писать только черными ручками. Вот, потому что здесь, например, не такая яркая. Здесь можно синими ручками писать. Вот, но мне очень понравилась, очень красивая обложка. Поэтому, мне кажется, на микробиологию можно будет взять и радоваться жизни. Вот. И две взяла большие тетрадочки. Опять же, вот эту на осенний семестр, уютную, зимнюю, новогоднюю. Вот, здесь мне очень нравятся клетки. Они вообще, типа, практически незаметные. Серые. Лекции, мне кажется, будут здесь писать вообще идеально, потому что большие тетради, они очень удобные. Единственное, что листы тонкие, поэтому здесь нельзя писать гелевыми ручками. Вот. У меня из этой серии были маленькие, наоборот, тетрадочки. Тоже в них удобно довольно-таки писать. И с лавандой как раз на весну я решила взять такую тетрадь. Опять же, лекции какие-нибудь буду писать вполне себе. Это, кстати, здесь 48 листов тоже. Вот, четыре таких тетрадочки. Просто, ну, почему бы и нет. Вот, далее. Сразу покажу выпраску. Вот, значит, гелевые ручки металлик, золото и серебро. Купила в Леонардо. Они стоили... Ой, это фирма, кстати, Сакура. Забыла сказать. Стоили по сто... Где-то сорок рублей. Достаточно дорого. Ну, наборчик из трёх ручек, ещё плюс белая, стоит в районе, там, 400 рублей. Ну, то есть, практически, как бы, то на то и выходит. У меня уже есть белая ручка, поэтому не вижу смысла её отдельно покупать. Ну, в плане в наборе она мне не особо нужна. Я ей не скажу, что в восторге. Вот. Но, вот я в восторге осталась от аутлайнеров. Посмотрите, как они круто блестят. В общем, это такие ручки. Ручки. Ну, как бы, они выглядят, как ручки. Я вам сейчас достану на примере зелёный. Покажу, как это вообще работает. Очень интересный такой эффект, на самом деле. Вот. Ну, давайте прямо здесь мы нарисуем что-нибудь. Вы видите, что это обычная зелёная такая блестящая ручка. Вот. И уже сейчас видно, что на ней появляется серебро. И через буквально какое-то время она полностью вся будет выглядеть вот так. Мне камера даже не... Ну, то есть, это прям очень прикольный эффект. Я никогда такого не видела. Никогда такого не слышала. Ну, то есть, вот ещё раз покажу. Это происходит буквально вот на ходу. Видно, да? Мне кажется, очень классно. Я не знаю, как это вообще такое происходит. Если вы знаете, как работают вот эти аутлайнеры, то пишите. Очень интересно. Но я вообще осталась в восторге. Причём стоил такой наборчик из 8 ручек всего 99 рублей. И они реально очень прикольные. Очень мягко наносятся и дают классные такие эффекты. Вот. И ещё из покупочек я взяла такие вещи на подарок. Вот. Но я думаю, что человек, которому я это подарю, вряд ли будет смотреть это видео. Вот. Но купила вот такую зимнюю, новогоднюю кружку. У меня такая розовая, где написано там снег за окном, что-то, счастье в сердце, что-то такое. А для подарка я взяла вот чудеса повсюду. Такую голубую красивую кружку. Вот. Знаю, что человеку очень нравится голубой цвет, поэтому решила такую взять. Ну, мне кажется, прикольно. Также вот такая классная свечка продавалась в Фиксе. Тоже новогодняя какая-то, в общем, серия. Она очень вкусно пахнет. Ладно, не буду сейчас открывать. Если кто-то заказывал осенью в Додо Пицце пунш, то вот он точно так же пахнет. Очень вкусно, очень приятно. Вот этот вот пряный, пряничный домик. И не знаю, как сказать. В общем, очень классный аромат. И я уверена, что человеку понравится, которому я приобрела это. Ой, тут какая-то. Или это отплескивает. Ладно, потом вроде должно тереться. Вот. Еще увидела такой крем. Очень прикольный. Он очень вкусно пахнет. У меня в детстве ластики так пахли. Шоколадным пирогом, как здесь написано, тортом. Вот. Но вообще, я говорю, запах прям такой, ластиков. Вот. Может быть, кто-то понимает, о чем я говорю. Но мне нравится. Очень приятно. Еще, возможно, какой-то ароматизированный пластилин. Да, пахнет. То есть вот что-то такое. Но выглядит очень мило. Я решила, почему бы не взять такой кремик. Вот. Вот если вдруг кому-то интересно, можете почитать. В общем, да. Такие покупочки. У меня сейчас супер уютный вечер. Здесь театр маркеры в наборчике. Здесь у меня выкраска всех маркеров. Раскрашиваю замечательную раскрасочку Райана. Райан. Я не знаю, как склонить. В общем, это Little Fantasy Creatures. Очень мне нравится раскрашивать маркерами. На самом деле, такой кайф. Я вот думаю, как мне раскрасить вот эти снежинки маркерами или же, возможно, деревними ручками. Кстати говоря, здесь бумага настолько плотная, что вот так выглядит. Три слоя они вот практически не просвечу. Здесь около 6-7 слоев. То есть, да, интересненько. Никогда не раскрашивала маркерами. Именно вот в раскрасках Рейс Кейл. И мне очень понравилось. Здесь бумага, она прям идеальная. Маркеры не растекаются. То есть, вот, границы довольно легко раскрашивать. Ну, есть, конечно, тоже маленькие косячки, но это терпимо. Вот, я думаю, сейчас раскрашу вот эти подарки. Снежинки. Потом раскрашу ёлку. Пол, скорее всего, я буду красить карандашом из Фикс Прайса. Или же Мэджиками Кахенуровскими. Вот, потому что что-то маркерами, мне кажется, тяжело будет эту вот древесину сделать. И я не знаю, чем красить стену. Я бы вообще сделала её акварелью от Ван Гога. Но я боюсь, что она может мне... Ну, в общем, маркеры могут потечь. Я вот не знаю, что да как. Потому что маркеры будут однозначно полосить на фоне. И чем бы таким раскрасить, вот, не совсем понятно мне. Мне пришла посылочка от Де Гастине. Я заказала, наконец-то, акрил, который я хотела заказать, вот, чтобы раскрашивать некоторые детали Муми Дома. Вот. Потому что мой коричневый, который был в комплекте с каким-то журналом, уже, к сожалению, практически закончился. И, ну, я подумала, что даже если вдруг какие-то цвета, возможно, мне не пригодятся, то я могу их всегда использовать в раскрасках. И это, в общем-то, не доставит никакой проблемы. Ой. В общем, в комплекте... Там был набор, который стоил буквально рублей на 50, наверное, дороже. Вот. Но шёл клей ПВА в комплекте. Я решила заказать с клеем, так как мне было, честно скажу, лень идти в магазин за клеем. Вот. Я надеюсь, что вот этот клей, хотя он самый обыкновенный, от фирмы Луч, мне кажется, в всех канцелярских вообще есть, будет нормально как раз склеивать то, что, в общем, в Муми Доме вот эти дерева, хотя, не знаю, пластмассу он склеивает. Нет, пластмассу не клеит. Ну, в общем, ладно, надеюсь, что хотя бы с деревом он будет хорошо справляться, потому что всё-таки раз они его рекомендуют, значит, он должен быть как бы хороший, по идее. Ну, в плане, он должен подходить для тех целей, в общем-то, для которых его продают. Я много разных перепробовала, в общем-то, клеев, клеёвку, я не знаю, как сказать правильно, фирмы клея. И мне больше всего понравился клей ПВА, но единственное, что нужно как-то прям очень надёжно зафиксировать, допустим, если вы там две палочки склеиваете, вот. А мой парень больше любит секундный клей, который мы покупали в Гламарте, ой, в Гламарте, в Леонардо. Вот, значит, акриловые краски. Кровочка как будто грязная, но на самом деле это вот такие серые оттенки, кстати, не очень, ну, на самом деле. Ну, в плане, действительно, как будто она потасканная. Вот, и ой, это, кстати, большие тюбики. Я думала, что цвета будут, ну, ровно такие же в плане размер, как в журнале. Вот, но они здесь больше, не знаю, сколько миллилитров. Никакой информации вообще нет. По идее, мы сейчас закроем и посмотрим на коробочки с обратной стороны. Так, кстати, изготовление март 21-го года, то есть уже больше, чем полгода. Не вижу, где миллилитры написано. Вот, ну, ладно, 12 цветов, сколько миллилитров, непонятно. В общем, если не ошибаюсь, то коричневый используется там вот этот как раз. Вот, еще был нужен как-то черный, белый. Ну, ладно, белый и черный у меня акрил в принципе есть, и это не было проблемой смешать. Но, по-моему, еще какой-то цвет требовался, и я просто... А, синий, вот, да, нужен был синий для стульев. Вот, но я в итоге их покрыла там что-то гуашью и так далее. Вот, и могу сказать, что получилось очень красиво. Вот, мне очень нравится этот сиреневый цвет. Вот, и розовый тоже. Ну, я вообще на самом деле люблю акрил, мне нравится, как он наносится. Поэтому, я думаю, в любом случае эти красочки не останутся у меня без дела. Вот, единственное, что, скорее всего, я ими не буду пользоваться, пока не достроим умидом. А это будет, ну, вероятнее всего, совсем не скоро. Вот, так как набор очень дорогой. Ну, я не знаю, может быть, конечно, это нормальная цена. Кстати, напишите, как вы считаете, 999 рублей за набор 12 акриловых вот этих баночек. Я не знаю, сколько миллилитров, к сожалению. Адекватна ли эта цена? Потому что мне кажется, что как-то дорого. Вот, но учитывая, что это позиционируется как 100% вам подойдет для мумидома, я, в общем, только поэтому взяла. Вот. Давайте, кстати, я сейчас вам покажу, в каком процессе у меня вообще сборка мумидома. Я думаю, кому-то будет это интересно. В общем, у меня все еще хранится в этой коробочке. Ну, я убрала уже вот такую стопку всяких картонок, бумажек. Немножко вам переделала. В общем, здесь вот мой любимый клей вот этот. У парня вот этот. Мы дособирали подвал. Вот так он выглядит. Фундамент, подвал. Ну, немножко не тех цветов получилось, потому что у меня не было подходящих зеленых оттенков. В общем, мох тут такой изумрудный. Серый тоже я мешала, его не хватило. Здесь получился другой. Ну, ничего страшного. Зато мне очень нравится, как подвал выглядит внутри. По идее, сюда уже можно приклеить полочки. Вот. Я чуть позже их тоже покажу. Вот. Я решила, что я всю мебель приклею на клей, чтобы что-то она в доме не болталась, не шаталась, не потерялась. Здесь все будет приклеено, все мелкие детали, но шкафчики, они будут открываться и так далее. Ну, то есть, так, давайте мы сразу вот здесь выберем и краску. Кстати говоря, вот, хотела показать тюбик. Совсем по-другому выглядит. Я почему-то думала, что будут именно... О, вот такие, как раз, тюбики. Ну, то есть, это 12 миллилитров. Получается вот этот. Нет, а здесь вообще не такого оттенка. Ну, то есть... Интересно. Ну, я думаю, это не столь принципиально. По идее. Вероятно. Вот. Ну, ладно. Ну, учитывая, что мне этого тюбика очень надолго хватило, и он еще не закончился, я думаю, что вот этот набор 100% у меня не уйдет до конца постройки, и можно будет спокойно им дальше. раскрашивать. В общем-то, здесь у меня фигурки, здесь мелкие детальки. Вот, чтобы не потерялись, они у меня... Вот так вот убраны. Так. Задвинули. Далее, значит, у меня собран полностью первый этаж. Да, ну, кроме наружных стен, которые будут в самом конце. То есть вот с лестницей. Здесь ее надо будет почистить, но это потом. Я потому что... Самое главное у меня было раскрасить вот эти вот все деревяшечки, и они, так как пластиковые, выглядят не очень реалистично. Зато дверь очень крутая. Ну, это обои тоже. Я даже не знала, что они, в общем, на самом деле, как наклейка клеятся, и я их просто на клей приклеила. Потолок здесь такой. И сюда будет крепиться второй этаж, пока он не собран. Вот. Вот так выглядят стены второго этажа. Пол, кстати, красивый вот здесь. Вот. И уже собрана часть потолка. Ну, то есть ее можно сюда вот так поставить, ну, приложить. Вот. Я просто сейчас не вижу в этом смысла, потому что еще не до конца это все сделано. Но я думаю, что совсем скоро уже закончим собирать полностью второй этаж. Будет такой же, как первый. Хотя тут еще много, потому что нужно вот две двери сделать, на потолке вот эти вот балки сделать. Вот здесь, я так понимаю, то ли перила будут, то ли что-то подобное. Ну, то есть еще, как бы, есть чем заняться на ближайшие, я так понимаю, ну, два-три месяца. Вот. И мне очень нравится мебель. Это моя любовь. Вот. Здесь у меня мелкие детальки всякие. Вот, например, люстра. Там мешочки всякие и так далее. Здесь кроватка, здесь стулья, стол и диван. Здесь еще одна кроватка, ванная. Вот здесь очень много деревянной мебели. И в том числе вот здесь пластиковая. Деревянную я вам отдельно покажу, потому что это мое самое любимое. Что-то я вам уже показывала. Вот, например, вот эти полки, которые из подвала. Это еще не собранное до конца трюмо. Я так понимаю, ванную комнату, если ничего не путаю. Как раз в последующих выпусках его надо будет дособирать. Это вроде бы шкаф на кухню. Мне очень нравится, что вот он открывается. Вот эта вся прелесть, на самом деле, такая. А, это я вроде показывала вам как-то уже. Зеркало тоже уже было. Вешалка была. И вот этот маленький стульчик. Подставка для ванны вроде бы. Мне очень нравится еще вот эта тумбочка. Или комод. Он тоже с выдвижным ящичком. Просто посмотрите, какая прелесть. Ну, это на самом деле очень мило. Прям не могу. Вот. И есть еще такие подвесные полки. Они выдвигаются одной большой деталькой. Но из-за того, что она вот такая длинная, ее немножко тяжело достать. Ну, в общем, достается. Вот. Можно вот так делать. Очень. Ну, действительно прям такая детализация очень классная. Застрялка. Вот. И здесь аксессуарчики, которые... Я вам тоже показывала уже их. Их я не распаковываю, никуда не убираю, чтобы не потерять. Вот. А потом я их просто, опять же, приклею на те места, где они должны находиться. Ну, как-нибудь аккуратно. Может быть, не все приклею. Может быть, что-то приклею, что-то просто положу. Ну, возможно, конечно, для кого-то это покажется дико. Вот. Потому что... Ну, как же так? Это вся вот мелочевочка такая классная, такая милая. Я ее приклею, и все, уже нельзя будет потрогать, пощупать, убрать. Но зато она не потеряется. Для меня это очень важно. То есть, именно в контексте вот этого Муми-дома, я же не буду в него играть. То есть, это уже мне не по возрасту. Мне именно хочется, чтобы у меня, как бы, коллекционная какая-то вот ценность. И будет стоять у меня такой красивый, классный Муми-дом. Вот. Ну, в принципе, это был весь Хобби-влог. Я надеюсь, что вам было интересно. С вами была Виолетта. Всех любил с Лобби-мое. Пока-пока.